То, что молодые люди делают на турнике, называется всего лишь разминка, чтобы мышцы разогреть. В свободное от учебы или работы время уличные гимнасты проводят на перекладинах и брусьях. Правда, оттачивать свое мастерство ранее приходилось в основном в домашних условиях. У нас просто во всех школах, считай, спилили турники. И мы, считай, не могли нигде заниматься, дома только ставили турники. А сейчас поставили площадку, все рады, хорошо. Дворовая гимнастика в Новосергиевке с каждым годом становится все более популярнее. Несмотря на то, что модное течение пришло из-за границы, сельские спортсмены за основу берут классику советской физкультуры. Тот, кто хоть раз висел на перекладине в школе или во дворе, давно убедился в пользе этого занятия. Надо быть активным, мышцы качать, а не сидеть дома в компьютерах играть и бездельничать. Появление нового спортивного сооружения – событие для Новосергиевки важное. Тренеры уверены, что позаниматься на перекладинах очереди не избежать. Соответствует, конечно, всем требованиям. Поэтому я говорю, на улице, когда одна перекладина, им заниматься меньше, а тут возможностей больше. За то, чтобы в Новосергиевке появились турники, школьники обратились за помощью к нефтяникам. Ведь в Оренбург нефти тоже любят спорт. Каждый год проводят корпоративные соревнования. И ждать долго не пришлось. Открывая эту площадку, мы понимаем, что у детей возникла возможность, по крайней мере, немного оторваться от телевизоров, от домашних компьютеров, так сказать, выйти, подышать свежим воздухом, позаниматься спортом. Наверное, вот это вот самое главное для того, чтобы наши дети развивались и были планоправными членами нашего общества. В рамках соглашения, которое муниципалитеты ежегодно подписывают с предприятием Оренбургнефть, планируется построить в области около 200 спортивных объектов. И не только. Вниманием не обойдут образование и культура. Я знаю, что составляются уже планы на 2015 год. И опять большая часть объектов, которые администрация района заключает непосредственно в соглашении, это опять спортивные объекты. Ну а спортсмены из Новосергиевки уже приступили к тренировкам. Уверена, что на новой спортивной площадке они смогут добиться более высоких результатов. Екатерина Тихоненко, Виктор Горшенев. Наше время.